Новости на телеканале СКАД ТНТ, в студии Надежда Трубачева. Здравствуйте. Губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с руководством Куйбышевской железной дороги, областным кабинетом министров и главами муниципалитетов региона. Говорили о перспективах развития отрасли в Самарской области. Все подробности в нашем следующем материале. Губернатор Дмитрий Азаров отметил роль РЖД в организации чемпионата мира по футболу. Так, Самара заняла четвертое место по туристическому потоку во время Мундиаля. Мы уступили только Москве, Санкт-Петербургу и Сочи. Инвестиционная программа компании в этом году составила 21 миллиард рублей. Сопоставимые суммы заложены и на ближайшие три года. Закупается оборудование и комплектующие у предприятий региона. В этом году сумма закупок составила более 10 миллиардов рублей, а сумма прямых налоговых отчислений РЖД в областной бюджет около 2,5 миллиардов рублей. Ключевые направления сотрудничества региональной власти и Куйбышевской железной дороги, строительство железнодорожной ветки к особой экономической зоне и не только. Наше долгосрочное сотрудничество с российскими железными дорогами, с Куйбышевской железной дорогой позволяет нам рассчитывать на реализацию масштабных проектов уже в ближайшие годы на территории Самарской области. Это, безусловно, транспортный хребет Самарско-Тольятинской агломерации, создание ускоренного железнодорожного сообщения между Самарой и Тольятти с заездом в аэропорт Курубыч. Магистраль послужит основой единой транспортной системы Самарско-Тольятинской агломерации и даст дополнительный импульс к развитию территории. Я хотел бы поблагодарить руководство Куйбышевской железной дороги за такой очень результативный подход к решению каждого из вопросов. Мы завершаем работу по технико-экономическому обоснованию проектов. Она будет завершена зимой. Я рассчитываю, что в феврале месяце мы этот вопрос сможем уже выносить на уровень управления российских железных дорог. Вместе с нашими коллегами подготовим материалы своевременно и в полном объеме. По итогам совещания Дмитрий Азаров и Рашид Сайбаталов подписали соглашение между правительством Самарской области и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2019-2021 годы. Документ содержит конкретные предложения по совместной работе. В рамках его реализации планируется поэтапное. Реализация долгосрочных проектов, развитие и модернизация транспортной сети региона, внедрение цифровых моделей управления транспортом, образовательные проекты для детей. Александр Семенов, СТВ. Переправа Самары-Рождествено закрыта с 21 декабря. Сообщается, что это связано с активной фазой ледоставы на реке Волга. И тяжелой ледовой обстановкой в Рождественской Волошке. В целях предотвращения возможных транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций. А также для исключения случаев угрозы жизни и здоровья пассажиров. Информации о том, когда начнут ходить суда на воздушных подушках, а также о расписании их движения пока нет. Также стоит напомнить, что стоимость зимней переправы в этом году не изменится и составит 70 рублей в одну сторону. В Самаре введен особый противопожарный режим во время новогодних праздников. Он действует с 20 декабря до 15 января. В этот период местным жителям запрещено в закрытых помещениях использовать, к примеру, пиротехнику. Также нельзя украшать елки марлей и ватой без огнезащитного состава. А владельцам и руководителям фирмы и организаций необходимо осматривать помещение перед проведением мероприятий, организовать дежурство на сценах и в залах, пользоваться только сертифицированными гирляндами, говорится в документе. В Самарской области продлили штормовое предупреждение из-за изморози. Спасатели просят жителей региона быть осторожнее и внимательнее на дорогах. Сегодня местами по северу региона сохранилась изморозь 50 мм и более. Прошел небольшой снег, был туман на дорогах гололед. Те же погодные условия ожидаются и в субботу, правда будет на несколько градусов теплее. В воскресенье в большинстве районов области ожидается небольшой и умеренный снег, а также слабая метель. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, а температура воздуха минус 5-10 градусов. На дорогах возможны снежные накаты. В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и дистанцию движения, а также не совершать резких маневров. А пешеходов быть внимательнее при переходе проезжей части. Необычный и опасный способ буксировки машины на трассе. Мужчина погиб под колесами грузовика и невнимательность, из-за которой пострадала девочка-подросток на дороге. Об этом расскажем в обзоре происшествий. Отсутствие заднего колеса – не проблема для поездки по трассе, пусть и на буксире. Видимо, так и решили два автолюбителя, один из которых пришел на помощь другому. Внедорожник тащит старенькую «семерку», а от нее отваливаются куски и летят следующие за ними машины. Это видео от возмущенных попутчиков попало в соцсети. Попал под грузовик. ДТП, в котором погиб пока неустановленный мужчина, случилось на 949-м километре трассы М5. Водитель грузового автомобиля «Ман» сбил пешехода на краю дороги. На мужчине не было светоотражающих элементов на одежде. Он умер до прибытия скорой. Полиция проводит проверку. Переходила дорогу и попала под машину. ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя, произошло в Самаре на улице Луцкой. Водитель «Митсубиси Лансер» сбил девочку 2004 года рождения. Она переходила в проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода и не в зоне его видимости при отсутствии перекрестка. Девочка получила ранение. Бригада скорой помощи доставила ее в одну из городских больниц. В Самаре готовится встретить самый сказочный праздник – Новый год. Город приводят в порядок, появляется иллюминация, стартуют традиционные зимние развлечения. На площади Куйбышева установили главную елку города. Это 26-метровая красавица. Наши корреспонденты увидели все своими глазами. Какой бульвар? Как вы говорите? Ну где машины ходят? Слушайте, заткнитесь, пожалуйста. Стро ли тут ромашка? Помню, не помню, дайте спать. Говорю, а говорю, прыжников пойдем. Джентльмены удачи уже готовят свой побег. Старый год выходит на финишную прямую и самое время настраиваться на предстоящие праздники. Помимо просмотра любимых фильмов и украшения дома, атмосферу предстоящего торжества дарят и простые прогулки по праздничной Самаре. Около 2000 метров гирлянд в этом году засияют на дорогах, в парках и на фасадах зданий. Почти 3000 светодинамических конструкций порадуют глаз. Одна из самых красивых улиц города, популярное для Самары место, уже приготовила все необходимое для новогодних кадров. Пока часы 12 бьют. Главная пешеходная улица Самара, Ленинградская, уже успела преобразиться. По вечерам здесь зажигаются огни и приходит атмосфера настоящего праздника в самом сердце города. Улица с бешеным ритмом и неутихающим потоком людей. Бульвар, который стремятся посетить гости нашего города, влияет ли как-то праздничные огни на настроения прохожих, мы поинтересовались и у самих самарцев. Все очень красиво, мы вчера погуляли с какой-то, все классно. Ну, когда все украшено, кажется, что Новый год уже близко. А на главной площади города Куйбышево до праздника рукой подать. Традиционная красавица-елка в этом году вокруг главной героини установили еще несколько, чуть меньше. Весь елочный комплекс оборудуют медиагирляндами и получится единая композиция. Еще одно знаковое место Самары с кучей зимних забав, где также можно зарядиться новогодним настроением, это, конечно же, Самарская набережная. Любители активного отдыха найдут для себя каток и зимние горки. Другие насладятся пешими прогулками. Ну и какой же Новый год без Деда Мороза и Снегурочки? Здесь они такие, какими им и положено быть. Ледяные. Пройти немного дальше и там трон для снежных королев. Прогуливаясь по набережной, даже днем, проходя мимо елей, разноцветных гирлянд, улавливая тихую новогоднюю мелодию, окунаешься с головой в предстоящую пучину праздников, веселья и фейерверка. На лице сразу же появляется добрая улыбка и всплывают самые теплые воспоминания. Конечно, очень приятно. Какие фигурки красивые сделали. Вообще классно. Детство возникает. Хочется, чтобы пораньше вернуться в детство. Конечно, все везде красиво. Очень красиво. Праздничное настроение зарождается внутри и вполне заразительно. Не таяя искренних эмоций и обращая внимание на приятные мелочи, всегда есть шанс поймать нужный настрой. Мария Левина, Олег Галочкин, СТВ. Проблемные вопросы от религии до общественного порядка и образования. В областной столице прошел Координационный совет общественных организаций при Самарской митрополии, на котором их обсуждали. Подвели итоги года уходящего и обсудили планы на наступающие. Подробнее расскажем в нашем следующем сюжете. На Координационном совете общественных организаций при Самарской митрополии участники рассказали о проделанной за год работе. Направлений много, но все они тесно связаны с общественной жизнью региона. В одном из главных событий года активно участвовали казаки Волжского войска. Вместе с тем, конечно же, мы очень активно принимаем участие, в том числе, мы говорили про чемпионат мира по футболу, казаки полностью взяли на охрану общественного порядка так называемую «Последнюю милю» этой территории, прилегающей к стадиону в рамках 44-го федерального закона об участии граждан в охране общественного порядка. Региональная общественная организация «Самара православная» подготовила план по установке поклонных крестов на въезде в столицу региона. Это стало бы ярким эстетическим и смысловым элементом ворот города. Сейчас проект проходит согласование. Также оказывалась помощь социально защищенным гражданам, малоимущим и нуждающимся. Мы несколько мероприятий провели по помощи одиноким материалам. Сейчас готовим цикл программ с общественными организациями этой же направленности. Эта проблема тесно связана с воспитанием детей и молодежи. Многое упущено, но многое еще можно сделать для будущего. И православная церковь в этом может оказаться мощной побуждающей силой. Протеерий Мохов акцентирует проблему, приводя цифры. 17 тысяч браков у нас официально зарегистрировано в 2017 году и 10 тысяч к ноябрю месяцу уже распались. Необходимо вводить предмет, все-таки, как будто не было, воспитание православного человека, самых вот этих банальных, кажется, вещей, что там в семье-то. На самом деле не будет вот этих сегодня аспектов. Школа не занимается сегодня воспитанием, только дает образовательные условия. Итоги совета подвел митрополит Самарский Тольяттинский Сергий. Он указал на необходимость сложных действий всех общественных организаций для общего блага. Нужно просто всех объединить, создать общую рабочую группу и, скажем, представители. И мы, наверное, чтобы широкомасштабно проводить такую акцию какую-то, или будь то конференция, или какое-то мероприятие. В 2019 году будет совместно реализовано множество мероприятий самого различного характера – социальных, спортивных, культурных и образовательных. Все их объединяет одно – они направлены на благо общества. Максим Остриков, Дмитрий Лукин, СТВ. В Самарском зоопарке показали новорожденных котят дальневосточных леопардов. В приплоде два котенка – мальчик и девочка. Как сейчас чувствует себя мать, что будет с котятами дальше, в нашей съемочной группе рассказали сотрудники зоопарка. Рано утром, в начале декабря, в зоопарке произошло радостное событие, к которому все сотрудники долгое время готовились. У дальневосточных леопардов Хана и Фелиции появилось потомство. Это уже шестой приплод парочки. Дальневосточные леопарды занесены в Международную красную книгу, а также в список редких и охраняемых пород в России. Рождение детенышей в неволе для таких животных – явление уникальное. В этом году мы второй зоопарк, где появилось потомство. У этих котят в России. Соответственно, это праздник. Это вообще, в принципе, мало где кладятся дальневосточные леопарды в России. Но вот мы один из… да, из элицы, так сказать. Котята прекрасно себя чувствует. Мать тоже. Всем своим видом она проявляет заботу и защищает свое потомство. Перед объективами камер Фелиция вела себя, как настоящая хищница, показывала всю серьезность своего положения. А вот котята опасений матери не разделяли. Рождаются малыши в логове. В данном случае для них специально обустроили темный уголок. Выходить из него котята начинают примерно через месяц. В это время, пока маленькие леопарды растут и крепнут, им нужен покой, уход и мама. Когда подрастут, их распределят по зоопаркам России. Случится это уже через два месяца. А мать Фелиция вернется к своему супругу, которая уже не находит себе места в отдельной клетке. Мария Леевна, Олег Галочкин, СТВ. О наиболее заметных спортивных событиях в жизни региона в нашем обзоре. Полузащитник Антон Зиньковский может перейти в крылья советов. Не исключено, что это случится в зимнее трансферное окно. 22-летний хаффбэк в осенней части первенства ФНЛ сыграл в 22 матчах. Отметился 11 забитыми мячами и отдал две передачи. Антон Зиньковский выступал за футбольный клуб Чертаново. Стоит отметить, что это будет весьма неплохим приобретением для нашей команды. Баскетбольная Самара проиграла первый матч четвертьфинала Кубка России. На своем паркете наши парни уступили команде Нижний Новгород, которая представляет единую лигу 64-86. Ответный поединок пройдет для самарцев в гостях 28 декабря. Победитель пары определится по итогам двух матчей. Лучшая команда выйдет в финал четырех престижного турнира. Но до встречи в Нижнем Самара проведет еще два выездных матча в Суперлиге. 23 декабря против ЦСКА-2, 26 против Химок Подмосковья. Волейбольная Нова намерена попасть в игры плей-офф. По итогам регулярного чемпионата волжане хотят занять место как можно выше. А для этого нашим парням нужно набирать очки. Отмечу, что по ходу этого первенства Нова не раз проявляла себя с лучшей стороны. Наши волейболисты, что называется, держали марку. Даже в матчах с самыми сильными командами элитного дивизиона страны. Так что болеем за наших. Как обычно в пятницу наш культурный обозреватель Мария Левина подготовила список наиболее ярких событий из культурной жизни города на этих выходных. Предпраздничная суета совсем закружила голову. Магазины, закупиться продуктами, купить всем-всем-всем подарки, ни про кого не забыв. Но не стоит откладывать свой досуг, ведь выходные уже не за горами. А как их провести наиболее ярко, разберемся вместе прямо сейчас. В Самару приехал главный волшебник страны Дед Мороз. Всю пятницу дедушка посещал праздники и поздравлял маленьких горожан, а к вечеру прибыл на площадь Куйбышева. Здесь открылась новогодняя ярмарка, атмосферные прилавки с самарскими сувенирами, изделиями художников и ремесленников. И, конечно, елочные игрушки, гирлянды и мишура. Мороза можно встретить, начиная с 17.30. Он уже зажег главную елку города и объявил новогодние гуляния открытыми. Прямо сейчас одевайтесь и бегом навстречу чудесам. В Серебряном веке у дам была забава собираться на девичники, общаться и смешивать различные ароматы. Магические свойства парфюма выдоражили фантазию человека во все времена. 21 век – не исключение. В субботу самарцев приглашают прикоснуться к этому таинству и окунуться в алхимический вечер, где можно создать свой аромат из натуральных молекул – отличный подарок на предстоящие праздники. После встречи каждый унесет домой флакончик духов, который сам и создаст. А сделать их неповторимыми помогут профессионалы. Торжественно откроют праздничные елки и катки в самарских парках. В субботу праздник пройдет в парке «Дружба» в начало в час дня. В программе «Дед Мороз и Снегурочка» показательные выступления на льду, интерактивы и конкурсы с подарками. В воскресенье предновогодняя программа запланирована в Парке Победы. Вечер воскресенья проводим в теплой и уютной обстановке в Крылатом. Гостей ждет много сюрпризов, в их числе театральные постановки, большое количество интерактивов, танцы и живая музыка, конкурсы с призами и угощения. К тому же прийти на творческий вечер можно не просто гостям, а выступающим. Надеемся, наша информация окажется полезной для вас, уважаемые телезрители. Мы желаем вам провести выходные с максимальной пользой и не терять оптимизм всю следующую неделю. Далее еще немного информации, прогноз погоды и дежурный по городу. Интересные новости программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. А мы с вами прощаемся. До встречи.